МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите выпуски. В России всерьез обсуждают возвращение смертной казни. Готовы ли жители и суды? Известный на Алтае блогер священник Павел Корчагин снялся в федеральной телепрограмме. В Барнауле насмерть избили дорожного рабочего. ДТП произошло сегодня утром на объездной, где и сейчас ведется ремонт и расширение проезжей части. По данным ГИБДД, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, сдавал назад и сбил дорожника. Им был молодой человек, 1994 года рождения. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия. По данному факту идет проверка. Накануне в Саратове прошли похороны 9-летней девочки. Напомним, 9 октября она пропала по пути в школу. Спустя два дня ее нашли убитой. Полиция задержала подозреваемого и спасла его от людской расправы. Жители Саратова вышли на митинг, требуя казнить его. Возвращение смертной казни в последние дни обсуждают жители всей страны. Общественники, политики, депутаты Госдомы. Что будет, если мораторий снимут? Сейчас смертная казнь включает в себя несколько пунктов. Как мера наказания, она возможна за убийство двух или более человек, детей, беременных, за особую жестокость или общеопасный способ. По второй части 205 статьи 13 пунктов. Также высшая мера полагается за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, судью или сотрудника правоохранительных органов и за геноцид. Нужна ли все-таки смертная казнь? Готово ли к ней наше общество? И как уже реагирует законотворцы? Дарья Эйдемиллер продолжит. Этой дорогой девятилетняя девочка из Саратова ходила в школу в гаражном кооперативе и нашли ее тело. Позже подозреваемый скажет, что убил ребенка от испуга. Мужчина незаконно завладел гаражом и боялся, что девочка позовет полицию. Таких гаражей много и в Барнауле. Эти гаражи легко могли бы стать местом преступления. И здесь могла бы пропасть еще одна или даже не одна девочка. Потому что ежедневно здесь проходят сотни детей. Совсем рядом находится школа. Вдруг там будут какие-нибудь злые люди внутри? А мы особенно не те гаражи, они там нельзя ходить, а на тех можно. А чем они отличаются? Потому что мальчик говорил. Если бы я ходила во вторую смену, то можно было бы, а днем нет. Днем не страшно? Нет. Гаражи как сокращенная дорога или игровая площадка. После убийства в Саратове один из депутатов Госдумы уверен, что эти строения опасны и предложил их сносить. Для барнаульцев, к несчастью, это тоже место преступлений. В прошлом году в гаражах убили Михаила Седова. Скопление гаражей находится, как правило, либо на муниципальной территории, либо на частной. То есть это вот рядом с большими домами. Но на данной территории очень сложно следить за каким-то либо по-тепорядком. Здесь, в отличие от обычных улиц, нет ни дорог, ни освещения, нет никаких тротуаров. То есть, в принципе, то, что здесь творится, остается только здесь. Снести гаражи сейчас единственная миролюбивая идея. Некоторые депутаты уже высказываются за возвращение смертной казни вслед за жителями Саратова, которые требуют самосуд. В социальной сети Госдумы идет опрос, нужно ли казнить преступников. Большинство – за. Эксперты советуют не спешить. Главным аргументом против смертной казни, я считаю, является судебная ошибка. То есть, ее невозможно будет избежать. Кто не может гарантировать, что судебная ошибка не полечет применение данной меры в отношении виновного человека в настоящее время? То есть, наша правоохранительная система и судебная система, они несовершенны. То есть, не лишены возможности совершать ошибки. Например, пока нашли Чикатило, казнили нескольких человек. А в целом, в СССР в разное время приговаривали к смерти политических преступников, коррупционеров, бандитов, насильников, дезертиров и мародеров. Их число – почти 700 тысяч человек. В 1997 году ввели мораторий на смертную казнь. История, без сомнения, циклична. То есть, мы вступаем, в общем-то, в начало цикла очередного так называемый правовый нигилизм, который у нас, к сожалению, доминирует в общественном сознании, но может играть в злую шутку. То есть, это такое решение, если власть будет принимать в ответ на обращение с, так сказать, среди новых граждан, ну, я не знаю, это чревато. И если мораторий все-таки отменят, то казнить будут только за особо тяжкие преступления – убийство детей из их числа. Для применения высшей меры по другим статьям, например, участие в митинге или репост, чего уже боятся некоторые, придется переписывать законодательство. Дарья Демиллер, Андрей Печеркин. День с толком. Жители Барнаула, кстати, оказались не такими категоричными. Вот, что мы узнали из нашего вопроса. Однозначно знаю. Потому что такие люди не должны просто землю таскать, ну, ходить вообще по земле, потому что у меня у самой есть ребенок, дочь. И, да, почему граждане должны этих людей прокармливать? То есть налоги граждан идут на пожизненное их содержание. Ну, как показывает практика, они, ну, как, не делают никаких выводов. Это больные люди. И обществу пользы от них ноль. Я, честно сказать, отрицательный. А почему? Ну, вот мое такое мнение. Потому что часто бывают ошибки, а этого уже не вернуть. Я не смогу ответить «да» или «нет». Мне нужно, я, поскольку человек, как бы, немножко размышляющий, мне все равно надо, чтобы все четко, настолько было четко, во-первых, прописано, во-вторых, чтобы наше законодательство настолько было безупречно в плане, вот, именно, обвинительно. Наверное, нужно все-таки. Особенно, когда вот такие случаи, когда вот с детьми, когда, ну, насилуют, убивают детей. Это самое страшное, что может быть для каждого ребенка, для каждого родителя. Поэтому, скорее всего, наверное, таких людей, такие они не должны жить. Кстати, в Ярославле местный депутат, врач по образованию, тоже высказался на тему лишения жизни, но с медицинской точки зрения. Он опубликовал пост, где написал, что против смертной казни, потому что это негуманно и непрактично. Но мужчина за высшую меру наказания, а высшей мерой может стать не только казнь, «разумное, практичное и гуманное использование органов преступника для трансплантологии». Алтайские коллеги комментировать это мнение не решились. Жители Барнаула вышли на защиту ДК «Трансмаш». В августе здание законсервировали. Дом культуры был построен более 70 лет назад и почти никогда не видел ремонта. Сейчас его собираются продавать за 40 миллионов рублей. Барнаульцы опасаются, что здание попадет в руки бизнесмена, который построят на месте ДК новый торговый центр. Ранее специалисты говорили, что здание дешевле снести, чем провести реконструкцию. Вот такой плакат протестующие использовали для анонса своего митинга. По мнению жителей, власти города обязаны сохранить историю Барнаула, а для этого необходимо всего ничего около сотни миллионов рублей на реконструкцию здания. К другим темам подвели итоги ремонтных работ и наметили планы на следующий год. Группа компаний «Росводоканал» впервые провела крупную встречу с поставщиками и партнерами со всей России. Что уже сделано и что предстоит, расскажет Полина Жданова. На переговоры с представителями «Росводоканала» в Барнаул приехали больше 20 подрядчиков из Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Они обсудили пути будущего сотрудничества. «Росводоканал» – это крупнейшая компания, которая по 2020 год осваивает более 50 миллиардов рублей по группе компаний. За 2019 год у нас в планах уже освоить более 4,5 миллиарда. Мы заинтересованы в привлечении новых подрядчиков. У нас есть достаточное количество местных подрядчиков, надежно, с кем мы давно работаем. Но, тем не менее, у нас планы на увеличение масштабов модернизации наших объектов. И нам нужны новые подрядчики, в том числе и из других регионов, с которыми мы могли бы успешно сотрудничать. На ремонт сетей и сооружений Барнаульский водоканал в этом году потратит гораздо больше средств, чем в предыдущие годы. Это около 660 миллионов рублей. На 2020-й планы еще масштабнее. Поэтому группа компаний планирует привлекать больше партнеров. Для нас, как администрации города, конечно, все это направлено, в первую очередь, на улучшение качества услуг, предоставляемых населению. Но, если говорить о подрядных организациях, которые сегодня будут на этом мероприятии участвовать и присутствовать, то это внедрение новых технологий, которые также, помимо того, что помогут повысить качество предоставляемой услуги, они смогут снизить неудобства при производстве работ по перекладке линейных объектов или при создании новых линейных объектов. Главный акцент следующего года – реконструкция и ремонт канализационной системы и улучшение очистки воды. Полина Жданова, Александр Антропов, День с толком. В пригороде Барнаула появились мусорные контейнеры. Раньше мешки в поселках просто выставляли у частных домов, а машина забирала их раз в неделю. Теперь антисанитарные привычки уходят в прошлое. Вот только многие главы сельсоветов новому методу не очень рады. Что пугает чиновников? Расскажем далее. Теперь никаких мешков вдоль улицы. Подрядчик регоператора «Экокомплекс» установил в поселках Центральной Бельмесёво, Ягодной, Сибирской долине, селе Лебяжем 33 мусорных бункера. Раньше вывоз мусора осуществлялся бестарным способом. Машина ехала и от каждого дома забирали пакетики с мусором. Собаки рвали пакеты, ветром разносило мусор. Плюс в зимнее время не всегда можно было подъехать. Раньше, чтобы бестарным способом обслужить только село Лебяжье, у специалистов компании уходило 12 часов. Теперь с бункерами всего два. Вместо одного раза в неделю, как раньше, забирать мусор будут ежедневно. Этот, как и другие плюсы метода, должен облегчить жизнь людей. Но вот ответственность за содержание мусорной площадки в таком случае ложится на муниципалитеты. Многих глав сельсоветов дополнительные обязанности пугают. На встречу прогрессу идут не все, но есть чиновники, которые идут люди на встречу. У нас ежедневно осуществляются рейды по утрам и каждый четверг. То есть чисто четверги. Смотрим за благоустройством контейнерной площадки, ну и за чистотой вокруг. Ну то есть есть люди, которые будут следить за состоянием вокруг? Конечно же, это специалисты администрации. В тариф регионального оператора расходы на приобретение контейнеров не заложены. Поэтому компания «Механизатор» приобрела их за собственные средства. Это более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Ирина Корчагина, Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Алтайский священник Павел Корчагин, известный многим как «Поп на джипе», снялся в программе «Россия рулит» федерального телеканала. Какие эмоции испытал Павел и что больше всего поразило его на шоу, об этом и не только. Далее. Хорошо ли это для священнослужителей, авантюризм? Я думаю, да, потому что без него невозможно миссионерствовать. Настоятель храма преподобного Сергия в селе Хмелевка Заринского района не похож на обычного священника, так сказать, на традиционный образ. Его интересуют и мирские темы – автоспорт, сноубординг, Китай, музыка. Он уже давно ведет свой видеодневник, который и создал, вопреки тому, что думают и знают о священниках люди. У людей сломаются стереотипы о священстве, о том, что это люди, которые ходят постоянно в рясе, ничего не делают и отрицают многие вещи и лентяя. Павла лентяем точно не назовешь. В глухом селе он ведет хозяйство, разводит курс, создал интернет-магазин по продаже эфирных масел и травяных чаев. А еще тесно дружит с автоспортом. Добираться до некоторых верующих ему, сельскому батюшке, приходится сквозь тайгу. А ежегодно в мае Корчегин организует троферей – соревнования по бездорожью в рамках миссионерского проекта. Собственно, поэтому его и пригласили порулить на федеральный канал. Поразила вообще организация всего этого мероприятия, вообще весь этот, не знаю, как сказать, продакшн, вообще технический, ну вообще все. Просто я был в шоке, каждый миллион людей, каждый отвечает за нажатие определенной кнопочки. Батюшке, который об автомобильном экстриме знает буквально все, все предстояло выполнить на глазах сотен зрителей, жюри и ведущего Николая Фоменко довольно сложный трюк – за три минуты проехать по дороге из пеньков и досок. Эх, сейчас, справа от меня Виталий Петров. К сожалению, даже со второго шанса дистанция Павлу не покорилась. Говорит, совсем не расстроился. Эмоции от участия в программе исключительно положительные. Стереотипы в моей голове были сломаны от того, что я о людях, которых мы привыкли видеть с ящика. Ну, думал, что это такие люди, которым не так-то просто бы дойти, они очень такие открытые. Павел надеется, что люди без осуждения отнесутся к тому, что он принял участие в программе. Поймут, что священники не ограничены только церковной оградой и способны на другие поступки, порой весьма экстремальные. Татьяна Голубева, день с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Смотрите нас также в ютубе и социальных сетях. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.